Я приветствую наших дорогих зрителей. Весь утро Карачаево-Черкесия продолжает вещание. А какой будет погода, мы сейчас узнаем. Днем плюс 4, плюс 9 и местами минус 1, плюс 4. В Черкесске облачно, ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер восточный 6, 11 метров в секунду. Ночью порывы 15, 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 5, плюс 7 градусов. Накануне в Индустрианно-технологическом колледже стартовал региональный этап конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями. Обилимпикс проводится в Карачаево-Черкесии в 9 раз и уже помог многим его участникам выбрать направление своей деятельности. За открытием конкурса наблюдал Артур Мхце. У Ивана Гончарова особое отношение к конкурсу профессионального мастерства Обилимпикс. Ведь участие в нем в 2019 году кардинально изменило его жизнь. Победа в региональном этапе состязания позволила Ивану отправиться на проходивший в Москве финал. Но главное, успех помог ему поверить в себя. После этого парень решил открыть свою фирму по ремонту транспортных средств, чем и занимается в настоящее время. А сегодня он оказался в числе почетных гостей Индустриально-технологического колледжа на открытии очередного соревнования среди воспитанников образовательных учреждений республики. Что бы ты посоветовал людям, которые тоже участвуют в этом конкурсе, не верят в свои силы, но хотели бы чего-то добиться? Самое главное, никогда не опускать руки, не разочаровываться. А сейчас не получилось, в дальнейшем что-то получится. Этот конкурс в некотором роде олимпиада возможностей. Способ ребят с ограничениями по здоровью доказать обществу, что они такие же и способны на очень многое. Сварочные технологии, предпринимательство, медицинский и социальный уход, художественное вышивание. Всего около двух десятков компетенций, которые сейчас востребованы у работодателей. В компетенциях принимают участие как студенты, так и школьники, начиная от 14 лет, которые имеют инвалидность или ограниченные возможности, которые пытаются, так скажем, в этой жизни найти свое место, получить профессию, продвинуться во своей карьере. Мы, как Центр развития движения, наш колледж, как базовая профессиональная организация, которая работает с детьми-инвалидами, мы для этого все стараемся делать, помогать им в этом стремлении. Участие в открытии регионального этапа конкурса приняли не только представители профильных ведомств и среднепрофессиональных учебных заведений Карачао-Черкесии, но и руководители ряда предприятий, которые заинтересованы в новых квалифицированных специалистах. А данное состязание профессионального мастерства и есть возможность для всех сторон найти друг друга, доказать, что ограничения по здоровью не барьер, а лишь особенность людей с инвалидностью, никак не мешающая им добиваться поставленных целей. Артур Махцей, Сламурумов, Вести, Карачао-Черкесия. Начинается дачный сезон и многие уже закупают необходимые семена и защитные средства на будущий урожайный год. Некоторым из них требуется консультация в этой области. Для этих целей был создан информационно-консультационный пункт, где специалисты Россельхозцентра оказывают соответствующие услуги сельхозтоваропроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам. Подробнее об этом мы расскажем в следующем информационном выпуске. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. Более подробно о новостях сегодняшнего дня в следующем информационном выпуске в 14.30. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok